всем привет друзья приехали в город прогуляться с димой и посмотрите откуда у нас катаются с горки кто гулял уже со мной по вильнюсу наверно помнят эту горку городе часто мы здесь по лесенке спускаемся конечно когда все зеленое а теперь это вот такая огромная гора ой классно здесь надо детям сказать и поставили ограждение сетку натянули видно чтобы не вылетали за пределы какой звук приятной водички смотрите как закручивает под лед воду а вот уточка плавает 1 одинешенька не селезень как красиво живописно прям дерутся за каждый кусочек вечно зеленый плющик надо же под шапкой снега и зеленый вот это очень хороший ресторанчик мы здесь были как-то с мужем и кстати с вами тоже я снимала здесь дима повел сюда говорит идем посмотрим может здесь что-то интересное какие-то красивые дворики но похоже нет здесь конечно некоторые дома очень-очень старые это район заречья по-литовски называется ужипис но это дословно есть заречья один из моих любимых районов в городе очень колоритный люблю здесь бывать в любое время года и и зимой и осенью всегда прекрасен и летом конечно тоже какая красивая табличка керамическая очень красивая остатки праздника а вот какой красавец с рюмкой из котом и птичка вот у него там тоже рядом горе судьбу свою заливает интересная какая хотел искать картина экспонат железный котик и вот ангел несмотря на такой мороз и февраль месяц город настолько живой оказался неожиданно даже кафе на вынос выглядит такими не знаю какими-то ожившими мне кажется все так устали и я думаю с первым теплом с первым солнышком мне кажется город наполнится приятным шумом очень надеюсь на это к сожалению закрыты ворота к храму оттуда вид красивый открывается так вот домики здесь такие старенькие но такие ничего подлатанные живут люди ой какой ветер колючие я честно говоря уже околела пора идти в сторону машины на качелях кататься не будем торшер заяц какой прикольный там сверху уши торчат вот здесь все в этом районе такое интересненькое можно ходить и бесконечно разглядывать сегодня моя зрительница поделилась со мной очень интересной любопытной историей о том как учительница которую она очень не любила как она сама сказала без объективных причин просто почему-то она была и неприятно в школьные годы как эта учительница спустя 20 лет после окончания школы буквально спасла и жизнь своим умением слушать и оказалась рядом с ней в нужный момент это второй раз вот так можно сказать судьба привела ее к ней все не так просто но тут можно много философствовать и каждому наверно придет что-то свое но мне захотелось поделиться своей историей хочу рассказать вам о своей учительнице которая мне очень нравилась а вот как раз таки с ее стороны наоборот было ну наверное она все-таки недолюбливала меня мне хотел сказать как-то более мягко но не получилось не могу сказать что она проявляла ко мне какой-то прям такую неприязнь открытую но я как ребенок все очень чувствовала я пришла к ней в пятом классе это учительница английского языка она была очень интересным человеком я она много знала я не помню кто у нее был муж возможно и не знаю кто он был но в советское время они очень много пояснили когда ездили по миру она рассказывала о египте о пирамидах там еще но очень о многих странах она увлекалась поэзией писала сама стихи у нее был прекрасный помимо того что она была прекрасным учителем английского языка у нее было очень красивое произношение благодаря ей я на всю жизнь приобрела любовь к английскому языку и она очень хорошо пела любила это делать и у нас были такие специальные тетради которыми мы обменивались писали друг другу какие-то интересные вещи на с английской тематикой естественно и она забирала иногда наши тетради и писала нам свои стихотворения также мы записывали туда песни которые я помню до сих пор много каких-то жизненных моментов которые она пыталась нам донести вот со своей точки зрения в общем я очень ее любила слушала всегда очень с большим уважением к ней относилась была какое-то время моим классным руководителем потом просто английский язык преподавала и вот вы знаете прошло уже 30 лет я к сожалению не знаю как сложилась дальше ее судьба насколько я знаю ее уже нету последние годы в школе когда мы учились у нее ну так достаточно ярко проявлялись признаки деменции и сейчас об этом мы знаем много и возможно как-то по-другому бы все было но на тот момент как будто бы как никто на это не обращал внимание и мы приходя на урок могли каждый день вот урок начинается да она спрашивает who is on duty today и вот что задано на дом и вот на протяжении двух-трех недель мы говорили одно и то же домашнее задание и она это принимала как должное вот так вот некрасиво мы поступали потому что кто-то не делал домашнее задание кто-то ленился ну а соответственно остальные как бы наверное проявляли солидарность и не хотели ну в общем некрасивый конечно момент но что есть то есть и вот уже прошло 30 лет той тетради что мы обменивались давно-давно нету до сих пор помню одно из ее стихотворений наизусть оно мне очень нравится оно очень простое там были более серьезные произведения но оно мне очень нравится и я часто его детям повторяю особенно летом в момент когда варю варенье ах какое наслаждение для меня варить варенье я снимаю пенку ложкой пробую на вкус немножко по квартире запах тонкий и дымок прозрачный звонкий все готово чай поспел оторвусь от сладких дел так вот к теме о моей зрительнице и о моей такой противоположной до истории что спустя 30 лет я храню очень добрые теплые воспоминания о человеке который ну скорее недолюбливал меня в силу каких-то обстоятельств хоть наши и истории не очень похожи здесь все-таки немного о разном будет неправильно проводить между ними параллель но в них есть одно общее возможно и в моей жизни были такие люди которые тянулись ко мне или могли стать мне настоящими друзьями или людьми которые мне были посланы для чего-то а я возможно их оттолкнула ввиду своей какой-то внутренней непонятной мотивации в общем к чему мы пришли с моей зрительницей к тому что нам всем нужно очень внимательно относиться к людям которые нас окружают которые к нам приходят и быть чуточку чуть-чуть друг другу чтобы не пропустить какого-то важного человека в своей жизни а нас опять заметает заметает мороз закрепчает даже если немного падает то сразу идет снег вот это зима всем зимам зима а на ужин у нас сегодня филе карпа я купила уже его готовое разделанное у меня бы никогда в жизни не хватило терпение этим заниматься и готовить я его буду у меня есть один любимый рецепт карп фаршированный грецкими орехами готовлю к сожалению его не я опять же в силу того что мне не хватит терпения на такое блюдо готовил его мой свекор но это очень вкусно карп фаршированный грецкими орехами там и зеленью и с лучком жареным но вот у меня будет такой упрощенный вариант я филе карпа немного смазала сметанкой и сверху сейчас посыпаю обжаренным луком просто в духовке лук не успеет золотиться так как нужно так как карп рыба нежная готовится быстро поэтому я немного его спассировала на сковородке и вот сейчас разложу поверх рыбы конечно же я посолила поперчила можно добавить специи для рыбы как вам нравится и сверху немного посыпаю дробленными грецкими орехами все в духовку буквально на 15 минут на гарнир отварил картофель такой маленький а-ля молодой в мундире и у меня будет салат очень простой здесь салат айсберг помидоры черри редис и добавлю черные оливки можно было еще порезать лучка красного но я забыла все солю посыпаю моими любимыми средиземноморскими травами и поливаю оливковым маслом все все готово рыбу к сожалению я не успела заснять забыла после того как досталась духовке но в принципе визуально она практически не отличается от того что вы видели вот сейчас как я готовила спасибо что смотрели это видео пожалуйста не забывайте оценивать то что я делаю ставить лайк если вам нравится мое видео обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать я желаю всем счастья и до новых встреч на моем канале также напоминаю вам о своем втором канале на котором как раз несколько дней назад вышло новое видео я приглашаю вас посмотреть ссылку на мой второй канал я оставляю здесь и ее всегда можно найти в конце каждого видео в инфобоксе под каждым видео и на главной странице этого канала в шапке профиля есть ссылка на мой второй канал а